Вот знаете, до чего дошли технологии? Обсуждаешь что-то с другом, либо общаешься с компанией, либо хочешь купить какой-то товар, и где-то об этом пишешь, и тут тебе на, на следующий день, да даже в этот день, появляется реклама этого товара, и предлагают настойчиво купить. Но технологии Яндекс.Дзен пошли еще дальше. Скажем так, совсем недавно я выпускал видео, где обсуждал контентный спам. Контентный спам — это такая штука, считается нарушением, и если у тебя на канале есть это нарушение, то канал полностью блокируется и восстановлению не подлежит. Ну так вот, я совсем недавно в своем видео упоминал контентный спам, и теперь Яндекс.Дзен в своей ленте только и делает, что предлагает мне контентный спам. В общем, это Кретов, подписывайтесь на мой канал, ставьте нравиться, и мы начинаем. Итак, контентный спам. Вот я ожидал все, что угодно. Ну, пара статей в ленте, если ее долго листаешь. Ну, может быть, там попадется какая-то, ну, может быть, 3-4 статьи, но никак не вся лента из контентного спама Яндекс.Дзен. Что это такое? В рекламе это, конечно, так и работает, что если ты упоминаешь что-то, то потом это тебе и предлагают. Так уж теперь повелось, что интернет постоянно собирает о нас какую-то информацию и потом пихает нам рекламу. Это не слив личных данных, просто теперь так алгоритмы работают. Но в случае с Яндекс.Дзеном это был юмор, что я упоминал контентный спам, и теперь мне его пихают повсюду. Но, тем не менее, несмотря на этот юмор, мне действительно полную ленту напихали контентного спама. Скажем так, через статью. Не верите? Давайте я вам покажу. Ну, вот эта лента Яндекс.Дзен. Давайте посмотрим, полистаем. Ну, вот самая первая статья. Откроем первую самую статью. Что мы здесь видим? Пролистаем в самый низ и посмотрим, есть ли реклама. Ну, вот, сразу видно, реклама есть. Рекламу показывают. О чем статья? Собственно, давайте посмотрим заголовок. Стеша, Стеша, представляешь, он женился, женился на старухе с детем, и она старше его. Представляешь, он мать не послушал. Ну, очевидно, что контентный спам. Что у нас за канал? Записки неправильного интроверта. Почему неправильного? Подписывайтесь, узнаете, пишу про себя. В общем, все понятно. На самом деле, в некоторых присутствует художественный вымысел автора. Ага, в некоторых статьях художественный вымысел автора. Очевидно, что на канале есть контентный спам. Давайте посмотрим еще, какие тут есть статьи. Проблемы с моей дочерью? Просто так ты бы не позвонил. Мать, откуда я возьму деньги? У меня семья, двое детей. Окей, понятно, Света, ну что у нас, сирота не обласканная, дитё же не виноватая, что родилось. Я не звал родителей на свадьбу, тут приличные люди, а они деревенские. Значит, так, мама-квартира идёт по закону по наследству. Он однажды ушёл и сказал, что всё, отношения закончены. В общем, всё ясно. Давайте посмотрим дальше. Канал «Жизнь в деревне». Девочка захотела познакомиться со своим отцом. Ну, тут, кстати, не совсем понятно, но вот реклама есть. В принципе, по статье не совсем понятно, контентный спам или не контентный спам, но давайте другие полистаем, посмотрим статьи. «Жена ушла от мужа, когда тот влез в долги». Ну да, очевидно, контентный спам. Я не хочу посвятить свою жизнь готовке и уборке, но это непонятно. Что у нас дальше? Неудачное знакомство. Посмотрим, что у нас ещё есть в ленте. «Голодная малышка жевала траву» — это мы уже видели. «Кому-то нужна порченная, сама прибежишь, а я подумаю, нужна ли мне гулящая девка или нет». В общем-то, ну, очевидно, контентный спам. Давайте посмотрим, что у нас тут есть с рекламой. Есть ли она вообще внизу? Да, реклама у нас есть, очевидно. Пролистаем наверх. Канал у нас «Работники интернета». Причём здесь работники интернета и гулящие девки не совсем понятно. Ну, тут вот эта статья «Кому-то нужна гулящая». Про японскую баню он рассказывает. «Богатая свекровь подкупила весь роддом, узнав, что невестка рожает через много лет». Ага, ну вот, очевидно, что у нас опять статья с контентным спамом. Канал «Работники интернета». Всё понятно с «Работниками интернета». Давайте дальше полистаем, посмотрим. «Дальнобойщик резко затормозил, увидев старика ночью в лесном сугробе, которого выбросили из чёрной иномарки». Опять контентный спам, но здесь у нас нет рекламы. Автор отключил комментарии статьи, видео опять внизу. Ладно, хоть здесь рекламы нет. Посмотрим, что ещё. Мужчина через медсестру передал записку для парализованной жены. Девушка развернула её, прочла и потеряла дар речи. Ох уж, это потеряла дар речи. Очевидно, что здесь ещё и кликбейт. Помимо контентного спама, ещё и кликбейт. Яндекс, да, ну пофигу. И на кликбейт, и на контентный спам. Реклама есть, да. Реклама есть на статье с кликбейтом и контентным спамом. Ох уж, блин, этот Яндекс.Зен. Канал, канал, причём уход за волосами, прически. А, нет, это другой. «Дед, ты живой, пнул отморозок». Давайте пролистаем вниз, посмотрим, есть ли здесь реклама. Да, реклама, очевидно, здесь есть. Статья, как вы поняли, «Дед, ты живой, пнул отморозок лежачего старика, как вдруг увидел его знакомое лицо и всё сразу спонял. Это у нас тоже кликбейт и контентный спам, канал «Уход за волосами». Водитель автобуса единственный решил помочь посиневшему старику, но весь автобус обзавидовался, увидев, чем дедушка наградил его. Опять кликбейт, опять контентный спам, ну хотя бы не уход за волосами и не маркетинг какой-нибудь. Но здесь нет рекламы. Как мы видим, уже отключили рекламу. Видимо, борется всё-таки немного Яндекс.Зен. Ну и классика. Последние новости. Голодный ветеран. Ох уж эти голодные ветераны, которые продают награды. Голодный ветеран в переходе продавал свои ордена, но когда молодой богач подошёл к нему и сказал то, от чего прохожие обомлели. Опять же у нас кликбейт, опять же у нас контентный спам. Вниз пролистаем. У нас опять будет реклама в самом низу. Да, реклама здесь на месте у нас. Ну что тут сказать? Опять же, Яндекс.Зен. Ну ты как-то... Нет, я понимаю, что если бы одна-две статьи, но чтобы вся лента была в контентном спаме, причём таком кликбейтом и контентном спаме. Давайте ниже пролистаем. Ну стоп, спасла бездомному мужчину, а когда пришла на приём к врачу, увидела на столе фотографии, узнала, кто был тот мужчина. Всё понятно, сразу вниз листаем, но здесь у нас походу рекламы нет, да. Или статья не загрузилась. Нет, рекламы нет, здесь отключили уже рекламу. Ну ладно, хотя бы так. Яндекс.Зен. Нужно больше контентного спама. Причём, здесь не только контентный спам, но и кликбейт. Как я говорил, кликбейт не относится к тем нарушениям, за которые полностью ограничивают канал, но тем не менее является серьёзным нарушением. Из-за нескольких таких заголовков можно получить также ограничение канала, которое придётся потом снимать, если это возможно вообще. Ну так вот, а контентный спам, по новым правилам, вообще является серьёзнейшим нарушением, после которого канал восстановить не получится. Так почему у меня вся лента в контентном спаме? Вы говорите, что боретесь за качество контента, вы говорите, что стараетесь его делать постоянно лучше, при этом, как я вам сейчас показал, действительно у нас один контентный спам бабушки, коллекторы, там, я не знаю, дедушки, которые продают медали. Думаете, это всё случайность, и вот так вот совпало, и если я сейчас обновлю ленту, то всё изменится? Да как бы не так, давайте посмотрим. Ну вот, обновлённая лента, давайте полистаем. Здесь вроде тревел-маньяк, всё в порядке, отложенная жизнь, непонятно о чём. Будем смотреть те, которые прям вот вообще очевидно, что контентный спам. Жиза, жизненные истории. Дети продали дом своих родителей, но позже, приехав в деревню, они обомлели, опять обомлели от увиденного. Такого не ожидал никто, многоточие. Очевидно кликбейт, очевидно контентный спам. Старушка позвонила ночью соседям, чтобы попрощаться, и пропала. Детектив обнаружил странное место, но события повернулись в раз. Опять, как бы очевидно контентный спам. Смотрим, тут про дзенофоба что-то. Ну, на дзенофоба я подписан. Тут получается, те, которые я подписан на каналы, они не контентный спам. Остальное мне пихают контентный спам. Трелл-маньяк, я тоже на него подписан. Смотрим дальше. Она думала, что отца давно не стало, но когда пришло время матери, три её последних слова ошарашили девушку. Этого она не ожидала. Опять, контентный спам. Выгнал родителей из дома за то, что критиковали моих детей. Контентный спам. Что дальше? Это не контентный спам. Тайны Павловска тоже не контентный спам. Сухие пайки нет. Это не контентный спам. Что ещё? Трелл-маньяк, трелл-маньяк. Вот трелл-маньяк не контентный спам. Это я сам писал, как мне живётся в Петербурге без работы. Понятное дело. Так, смотрим дальше. Буданов. Дальше. Бедным мы им были не нужны. Семья Казахстанки 7 лет не общалась с родными мужа. Это, кстати, тоже не контентный спам, потому что конкретный пример приведён. Только спустя 5 лет она поняла, что он её не бросал. Это, скорее всего, тоже контентный спам. Нищеброд тоже, скорее всего, контентный спам. Мальчик из детского дома прибегал к остановке, где его оставила мама. Никто не верил, но он её нашёл. Это 100% контентный спам. Вот. И некоторым может показаться, что, возможно, Дзен не знает о том, что в его ленте происходит, что там целая вот лента контентного спама. Но на самом деле нет. Я ради эксперимента взял несколько каналов. Три штуки, если быть точным. Нашёл статьи прям, которые очевидно контентный спам. И нажал кнопку «Пожаловаться». Да, я знаю, жалобщиков не любят всё такое. Позволь людям зарабатывать. Ладно, фиг бы с ними, но это был эксперимент. Мне не стыдно. В общем, нажал на три канала «Пожаловаться». Там была реклама во всех трёх. В общем, отправил и стал ждать. Посмотреть, что будет. Прошло несколько дней. Открываю каналы. Реклама на месте. То есть, Яндекс.Дзен прекрасно знает, что у него вся лента заполнена контентным спамом про бабушек, коллекторов, дедушек, которые продают свои ордена, медали. Но ничего с этим не делает. То есть, всё как остаётся на своих местах, так и остаётся. Люди понимают, что заработать можно как раз только на таких стрезливых историях, на которых там увидел, заметил, увидел бабушку, меня это шокировало, дедушка продавал медали, но когда продал, получил деньги, увидел это, и все обомлели. Господи, да как такое вообще можно читать? Вот. В общем, хотите верьте, хотите нет, но Яндекс.Дзен уверенными шагами движется в сторону, как бы это так помягче выразиться, дна. Изменится ли ситуация в ближайшее время или не изменится? Ну, покажет время. В общем, будем смотреть, но мне кажется, ответ, по-моему, очевиден. Так вот, у меня на этом всё. Подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится, до новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok